Рак О да, о да, о да, о да Я в больнине, в больнине, сияю этим утром Привлекательный и умный, как сын маминой подруги, о да Здорово! Здрасте! Здрасте! Ёпта! Это Джарахов, Джарахов Эльда Эльдар Джарахов Казанфарович Позволю себе немножко сегодня выпить вредных напитков Но оно без сахара Это реклама, да После хавки, типа Я недавно думал о том, что Кола при всей очевидной вредности Идеальный напиток, блять, для какого-нибудь ужина Оно идет просто со всем, что бы ты ни ел Что бы ты ни кушал, оно просто отлично залетает И вообще, огромный респект всем компаниям, которые делают вкусные зиро-напитки без сахара Респект! Я в каких-то странах, по-моему Не помню где, сейчас не припомню Я видел фанту без сахара Зиро В Индонезии вообще есть фанта, которая просто минеральная вода Типа, чё? А вот фанта обычная, классическая, типа Просто без сахара Клево! Я читал какую-то статью, насколько я знаю Вообще, Coca-Cola Company У них же очень много различных напитков, подразделений и всего прочего У них в других странах много напитков без сахара Привезите, пожалуйста, в Россию Эльдар Кожарахов Чё, как? Спросите вы Да, нормас, отвечу я Вот Мы, посчитаем, чё, вернулись с отдыха 16-го числа Дела делаются Контент мутится Треки пишутся по-прежнему Я выработал охуенную схему Ну, я её меняю постоянно Вот это вот утро Я сейчас Я понял, что вечером, объективно У меня ни сил, ни нервов Нет написать, чё-то съесть, придумать И поэтому я делаю это с утра И Я, по-моему, говорил в Телеграм-канале И это охуительно Потому что Так или иначе Что-то пишется Просто достаточно включить любой бит И у меня начинается поток мыслей Какие-то воспоминания Что-то ещё И что-то выливается И даже если это никогда не выйдет Это всё равно Ну, это типа 2 часа С утра Я всё равно просыпаюсь Хули в 7 где-то утра Хочу в 6 просыпаться И оно бодрит охуенно на весь день Ты идёшь такой окрылённый И вот вчера Сегодня, да, вчера Я вообще, сука, супер клёвый трек придумал Просто я иду и тащусь Там просто клёво Будем делать Прости, но ты на бомжа похож Спасибо большое Это самые большие усы За всю мою историю Я побрею их Когда мы начнем Когда мы доснимем команду У нас осталось Два или три съемочных дня Мы просто не можем никуда их впихнуть И там нужно собирать локацию Или искать локацию Но нам осталось Три сцены отснять И выбрать дни И вот тогда я побреюсь Не потому что это протест А потому что Мне по персонажу надо бриться Старому тем более Вообще все надо сбривать Я могу усы оставить Чтобы наклеить усы на усы У меня же там такая оборотка А так че Почему я отрасил Я решил попробовать Что будет если не бриться полтора месяца Вот оно че будет Я буду выглядеть как ублюдок Че мы можем это Знаете че поделать Поедешь со шляпниками в апреле в Кузню Вряд ли Вряд ли Я когда увидел у них в туре Новокузнецка Я такой Ой 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 Но подумал что вряд ли у меня получится Потому что у меня будут свои дела Вот Сейчас Сейчас каждый день забит Ну и это хорошо Конечно же Потому что есть че поделать Мы можем попозже подключать Вас в трансляцию Пообщаться Давайте по старой схеме делать Пишите в комментах Кто хочет подключиться И желательно напишите О чем вы хотите пообщаться Для того чтобы это не получалось Так что я подключаю человека А он просто Когда песня новая Типа пообщаться на какие-то отвлеченные темы Про школу Университет Жизнь Не про вот это вот видеоблогерская И ютуберская И так далее Про это я общаться не хочу Этого и так много в моей жизни Давайте подключаться И общаться про что-то человеческое Вот Так что пишите в комментариях У кого есть желание И о чем главное Для того чтобы я заметил И подключил И мы с радостью пообщались Вот Мне одному в кайф ценить твое прекрасное творчество Которое Рил заставляет Это было очень мило Это было очень мило И охуенно вкусно И я все пытаюсь своих родителей И уговорить поехать в какое-то путешествие Куда-то отправиться Они не хотят Потому что Ну мы не хотим Эльдар Твои деньги тратить Типа Че блять Я сел с мамой И вот Просто вот Сказал вот одну вещь Типа Вот смотри Старость Она придет Да Через там 20-30 лет Она придет Ну К моим родителям И вот Смерть Она тоже будет И вот Грубо да Говоря Ну блять Прямо говоря И вот Умирая Хочется ли о чем-то жалеть Жалеть о том Что Вместо Впечатлений И путешествий Ты выбрал Типа Ебать Квартиру свою купить Или блять Сэкономить деньги Ну Типа Кмон И мы говорили об этом И Мама такая Да сука Ты прав Ты прав Да И короче Вроде бы как У меня со временем Получается Родителей уговорить На На жизнь Ради себя Потому что Ну они всю жизнь Посвятили мне И сестре Пора Меняться И пора уже Ну им Типа Жить для себя И это охуенно Потому что Меня по-настоящему Раздражает То что Человек в свои Там 45-50 Там лет Может думать О том Что Ну ебать А че мне Мне уже Столько лет Меня ничего Не заинтересует Бля Это полная Хуйня Жизнь Заканчивается И старость Начинается Именно в тот момент Когда ты Ловишь себя На мысли Что тебе Нехуй ловить А ловить А ловить Что Всегда Абсолютно Вот Да Давайте Я сейчас Листаю Комменты Иду Искать О чем Мы там Поговорим Про языки О глубоких Темах Бог Космос Так Опять Что-то Там Обо мне О себе Не хочу Я и так Очень Самолюбивый Че Поговорит Про машины Ммм Так И какой-то Очень Неадекватный Коммент Ньюсик Пропустит Трусики Слушай Работает Честно Вчера В несколько Трусиков Залез Вот этими Усиками Сорян Я Блять Мне кажется Когда я говорю Такие вещи Мне так надоело Мне надо Перезагрузить Мне нужно Придумать Новый Блять Новый Юмор Потому что Юмор Про пенисы И дерьмо Он вечен Это пласт Я уже говорил Да Это Если Перестать Шутить Про члены И дерьмо Весь юмор Рухнет Потому что Это фундамент Разве нет Ну Что-то Оно так По дефолту Вырывается И я так Себя чувствую На кого Ты хотел Поступать На рэпера Давай Давай О полутактках Питания Что такое О полутактах Питания Давай Давай Я хочу О тактах Полутакты Давай Расскажешь мне Что такое Полутакты Питания Типа Здорово Давай А Поговорить О продуктах Питания Т9 Замени его Вот Насчет Правильного питания Типа Я сейчас Начал заниматься А Зовут тебя Как Алексей Нормально Мне слышно Или у меня Просто микрофон Фонит Ну и вот И что-то Я начал Заниматься Спортом Потому что В ноябре Я весил 120 А сейчас 96 При росте 196 И типа Питаться Правильно Очень Дорого Типа Получается Где-то Мне входит Месяц Ну конечно Не мне Моим родителям Содержать Где-то 20 тысяч Но Ну как У меня мама Одна воспитывает Но у него Своя компания Так что В принципе Нормально Вот Но 20 косарей Типа За еду Как-то Много И считай Сейчас Как-то Вот Типа Вот ужин Весь Снежок Ну слушай А как тебе Насколько это Правильно питается То есть оно Сбалансированное Ты считаешь Да-да-да Тренер Вот мне Делает питание Я понял Ну смотри По факту Можно же Ну ты Чего ты питаешься Типа Рыба Птица Ну такое Да Которое В пароварке Делается На пару Я понял Слушай Ну типа Вообще Ну да Оно дороговато Я вообще Нашел Для себя Магазины В которых продается Там типа Допустим Хлеб В котором Практически Нет углеводов Потому что Он сделан С овсянки Яйца Всякие Такие штуки Это охуенно Видишь У меня просто Ну Силу моей профессии Так скажем У меня не возникает Типа Проблем С оплатой Ну это да И У меня Выбора другого нет Я Ну Обязан питаться Нормально Ну да У тебя еще Заболевания Ну я Типа Я тоже Принципы Моих родителей Не так Это смущает Но Я как-то Стараюсь Беречь их Деньги Вот Я такой Типа Двадцатка Слушай Вы Деньгами И здоровьем Ну это Понятно Да Здоровье Конечно Деньги Это Так Не важно Прочит Закономить На здоровье Покупить Путин денег И потом Потратить Его на веселье Ну А вот я Хотел еще Спросить Вот Я как-то Задумывался Когда смотрел ролик То что тебя бесит Когда Вот кто-то Снимает сбоку Вот Ну так Ну Через улицу Насколько это сильно Раздражает Вот Типа часто Это очень Сейчас я стараюсь Делать глубокий вдох И выдыхать Слушай На самом деле Это зависит еще От степени Моей раздраженности И моей Понимаешь Потому что По факту Ёпта Я не перевеспитаю Всех Это полная Ход Это какой-то Это какая-то Утопия В которую Я сам поверил Тут скорее Просто Нужно Относиться К этому И когда Я отдохнул Морально Физически Пересмотрел Свои взгляды Вернулся в Петербург Это снова Началось И И вот В тот момент Когда я такой Думаю Ребать Успокойся Ну ты что Долбоеб Ну потому что Настроение Зависит И настроение Весь дальнейший Ёбаный день Зависит От того Как я к этому Отношусь И как-то И когда я это Понимаю До себя Я отношусь К этому Спокойно Улыбаюсь И иду дальше Все Загибить А если Меня это Начинает Тригерить Потому что Ну я сам Всего так Настраиваю У меня дальше Идет Это Неприятно С человеческой Точкой зрения С другой Точкой зрения Я с этим Живу уже До хуя лет И как-то Давно уже Пора Слыкнуться А вот Еще хотел спросить Профессии Вот сейчас Мне многие Говорят То что Нужно идти На Ну вот В IT Технологии Но мне Больше всего Нравится Как юридическое Слушай Так Нужно Идти туда Где тебе Больше нравится Ну мне Юридически Но у меня Просто У родителей Есть такие Связи Где можно И в IT Неплохо Устроиться Но я не знаю Знаешь Просто слушай В этом плане Типа Ну Душу Ёбь Свою Тебе Ходь Иди туда Попробуй Себя Там Все Потому что Ну блять Я не понимаю Вот все Искренне Людей Которые Потому что Надо Я не хочу Сейчас Нас смотрят Типа Три тысячи Человек Я не хочу Никого Отговаривать Получать Высшее Образование Ну просто Ебать Вот это Вот Сука Вот как говорят Да Родители Тебя без образования Никуда не возьмут Хуйня Сейчас Это не так работает Сейчас Тебя не возьмут Да Да Навыков Возвание бумажки А навыки То что ты умеешь делать И по факту Если у тебя есть интерес В какой-то деятельности Если она Ну если это конечно Не фармацевт Блять Врать Где нужно Образование Действительно Если Все же IT технологии Ну ты же по факту Если ты Как заинтересуешься Ты за год Самостоятельно Узнаешь Больше Чем тебя научат В ёбаном университете Где Я считаю Что у нас Совершенно Ебанейшая Система образования В России Она устаревшая Да вообще И она Блять Отвратительнейшая Я вот На половину Латыш Я жил Три месяца В Латвии Там вообще Я общался С людьми У них Намного Другое Они уже прошли Мой курс Практически Что я прохожу В школе Сейчас Ну вот Родители На самом деле А потом Он бросает И никем Не становится Давай я сейчас Продолжу эту тему И уже подключу Кого-то другого Да Ладно Давай 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 Удачки Вообще Тема с родителями Какая часто Бывает Они Многие Ну По молодым Молодые Когда рожают Так или иначе И Воспитание Ребенка Как-то Блять На второй план Уходит Типа Ну он сам Разберется Там вот это Вот то И родители Очень Блять Многие К сожалению Не осознают Того Что В детстве Формируются Все Блять Страхи Комплексы Все вот эти Первые впечатления Сейчас Например Когда мне 23 Мне куда Сложнее Получить Впечатления Чем в детстве Основные Воспоминания У меня Которые С чем-то Связаны Они из детства Потому что Они Сорян Они первые Это первые Впечатления И Родители Не осознают Что Формируется Вся эта хуйня Да В начале Твоей жизни И потом Когда ты Приходишь К ним Взрослый Уже Тебе 18 20 15 Похуй 30 Они думают Блять Вот как ты Таким стал Сука Да это ты Таким Сделал Этого Человека Потому что Ты Единственное Что было В его жизни И потом Только Началась Компания Там Блять Дедушки Бабушки Первые Родители И к сожалению Вот Ну вот Вопрос Воспитания Детей Он меня Волнует Потому что Я понимаю Что Я хочу Себе Детей Чуть Минимум Одного Возможно Хочу Воспитание Девчонку Да там Через Ну там Года Три Два Может быть Но Это такой Сложный Вопрос Воспитание Нельзя Блять Просто Родить Мне кажется И плыть Блять По течению Потому что Это же Самое Сложное Наверное В жизни Воспитывать Ребенка Оно Двоякое Да Оно Сложное Ну и Простое Потому что Это сразу Новая жизнь Ты сам Меняешься Я считаю Что дети Это охуительно Вот Возможно Когда-то Я так не считал Сейчас Я такой Да Хочу Пиздюка Потому что Чтобы он был Охуенный Я дам ему Свободу Там Типа Выбора И так далее Короче Это такая Тема Блять На которую Можно Говорить Часами И Появляется Одна мысль Цепляется Другую Я могу Вообще Долго Пиздеть Я люблю Пиздеть Ой Сорян Я попил Несладкой Колы И хочу Рыгать Поймите Меня Правильно Так Кого Подключать И для Чего Давайте Кого Подключать И с Каким Вопросом Говорите Я Я Человек Простой Мне говорят Подключать Я Подключаюсь Надо Перепуск Ой Ёпта Про футбол Братишка Слушай Я бы С радостью Я Некомпетентен В этих Планах Только Потому Что Мне Это Не Очень Интересно Ну То 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 Болею Блять Духом Я Ох Ёпта Давайте Блять Долбоёбы Чего Вы Все Пропустили Про Медиахлорианы Я Не Знаю Что Медиахлорианы А А давай Ты мне Расскажешь Наверное Это Венерическое Заболевание Ну Я могу Предположить Медиахлорианы Хлори Хлори Меди Давай Расскажешь На Ликнейм Делориан То Сто Процентов Сейчас Сольется Улетит Прошлое Ну Давай Будем Говорить Про Медиахлорианы Я Жду Сука Никаких Медиахлорианов Судя по всему Не будет Не сегодня Высоковторном Ускорителе Да Все Хорошо Один человек Пошутил Достаточно Второй раз Не смешно Это же не анекдот Про Верно У тебя Своя квартира Снимаешь Снимаю 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 Да Ну Блять Но Купить Типа Затеренье В год Которое Стоит В год Блять Можно Купить Квартиру Где Нибудь В Новосибирске Образование И воспитание Ну И только что Я об этом Как бы Расхуяривал Вот эти вот Меня О чем Говорит С девушками Все Тебе нельзя Подключить Почему-то Братишка Давай Судействие В спорте Поговорим Я не компетентен В спорте Если честно Но я им не увлекаюсь Я так Зарядку По утрам делаю Бодрю себя В зальчик Иногда хожу У меня кстати Размагнитили Карту Ну типа Я не могу Ходить в зал Потому что Я договорился Типа Что Мне дадут Бесплатную Хуйню Я сделаю Пост Я пришел Один раз Пост Мне сделал Пришел Второй Мне Размагнитили Ну типа Не работает Ну ладно Похуй Хуй с вами Как понять Чем ты хочешь Заниматься В жизни Какой интересный Вопрос Не знаю Как на него Ответить Давай 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 Рассуждать Давай Яну У тебя Прекрасный Я бы Девушка У тебя Фонит По-моему Сильно Да Давай Доказывай Ну вот Просто я Учусь В универе На втором курсе На Филолога И вот Я до сих пор Не знаю Кем я хочу быть И не могу Этого поднять Как бы Ага Что ты можешь Посоветовать Слушай Короче Это Пиздец Это очень частая Проблема У меня есть Сестра Об этом Размышлении Можешь Чуть-чуть потише Меня сделать Можешь Чуть-чуть потише Меня сделать Да Ай Так лучше Раз-два Да Определенно Вот Знаешь Я блять Сам задавался Этим вопросом Типа Пытаясь Смотреть Другим взглядом Потому что Я для себя Все понял В детстве Кем я хочу быть И Так как Я прямо Из них Я потом Прямо Из них Опять Вот Мне кажется Нужно Поискать Поискать В детских Мечтах Наверное Может быть Поискать Вот это Своё Кем заняться В своих Детских Мечтах Может быть Вы в детстве Кем-то Хотели стать Ну Я Просто Долгое Время Хотела Стать Переводчиком Но Так Вышло Что Я Как бы С Донбасса И Мы Переехали В Россию Я в Ростове Сейчас живу Десят-одиннадцатый Класс Я здесь Заканчивала И ЕГЭ Сдавала Я Ну Мало Не очень Много Баллов Набрала И мне Туда Не хватило Поступить Поэтому Пришлось Поступить Сюда Слушай Так Самообразование Я говорила Об этом Выше То есть Самостоятельно Что-то Еще Тебе Не обязательно Бумажка Тебе Важно Чтобы Ты Была Профессионалом В первую очередь Разве Нет Наверное Ты прав Я Занималась Изучением Языков Ну Английского В частности Долгое Время Ну В плане В школе Когда еще Училась И мне Вообще Это Интересно Это Другой Мир Вообще Да Типа Сейчас Вот у нас Добавился Китайский Язык На Отечественной Филологии Китайский Но это Интересно Это Охуенно Интересно Мне Интересно Например В этом году Начать Изучать Испанский Потому что Мне с детства Он кажется Охуенно Красивым Плюс Это Второй Язык Типа В мире Если Наверное Китайский Не считать Но мне Китайский Мне кажется Я Ну Это Самый Наверное Сложный Язык В галактике Нет Да Нет На самом Деле Там Не так Ты лагаешь Но я Ну вот да Если английский Просто Блин Но если Интуитивно Можно понять Какой Другой Язык Потому что Там Похожие Буклы Ну вот Я загуглил Самый Сложный Язык Это Китайский Потом Арабский Вот И там В принципе Короче Ну это Интересно Смотри Также Знаешь Очень важно В жизни Для того Чтобы Найти себя Очень важно Насыщать Впечатлениями Они могут Быть Разными Они Иногда Зависят От твоего Финансового Положения Иногда Нет Иногда Можно Получать Впечатления Там Типа Больших Типа Блять Впечатления Просто Выходя На На Улицу Типа Грубо говоря Да Сейчас Пиздец Сейчас Самое Главное Болезнь Это Ебучие Соцсети Там Ты получишь Впечатления Никаким образом Ты получишь Там Эмоцию Да Грусть Типа Прочитав Новость Веселье Посмотрев Видосик Но это Не то Чтобы Впечатления Впечатления Они Во внешнем мире Да Я Стараюсь Получать их От чего-то Такого Просто От прогулок Там Очень Люблю Закаты Вообще Смотреть Сидеть Вот Стихи Пишу Иногда Вот Тем более Ты как Человек Который Занимается Творством Как никто Другой Должен Это Понимать Типа Выходишь Просто И Ну Остаешься Наедине С собой Без Уведомлений И Возь Это Волны Банды И Со Время Уже Начинаешь Считать Знаете Не очень Сложно Отвечать На этот Вопрос Типа Как Себя Надо Искать Самый Прикол В том Что Надо Искать Пробовать Пробовать Оно Просто Блядь Оно Вряд Возьмет И Придет Типа Ты Просыпаешься Блядь Я Слез Спасибо Тебе Похож На Кати Фнаха Твой Да Цветом Разве Что Ушками Не Похож Ну Он Обычный Непородистый Вот Это Арсений Привет Арсений Вот Ладно Давай Тебе Хорошего Тебе Кстати За Телеграм Канал Круто Мотивирует И Фотки Там Клевые Вот Скидываешь Я У меня На заставке На телефоне Стоит Одна Куалумпура Да Все Окей Давай Йо Хорошего Вечера Пока Спасибо Тебе Давай Давай Удачки Как найти Себя Такой вопрос Блять Сука Сложный Но Интересный Мне кажется Надо Блять Просто искать Типа Пробовать О Может быть Я Помада Может быть Я Блокнотик Потом Я Я Дизайнер Я Хакер Голос Ужас Спасибо Расскажи О ближайших Планах Муз Творчества Я Альбом Пишу Пишу Альбом Твиттер Писал Типа У меня История Я Написал Трек Он Я Частично Сегодня Рассказывал Об этом В телеграм Канале Я Написал Трек И он Прям Ну я Выжил Себя Эмоционально Я Вспомнил Одно из Самых Неприятных Частей Своего Детства Почему Я Брэдбери У него Есть книжка Называется Дзен В искусстве Написание Книг И в принципе Она о том Как книги Писать Но я Не пишу Книги Я пишу Немножко Другое Но все равно Помогает Интересно Почитать Как размышляет Об этом Типа Очень крутой Автор И Блядь Я сбился С мысли Сука А И он Говорит Там Для того Чтобы Решить Какую-то Проблему Или свой Страх Нужно Просто Блядь Написать Об этом Я Об этом Буквально Вчера Прочитал Понял Я об этом Естественно Давно Типа Лет Восемь Назад Когда Треки Писал То что Тебе очень Помогает Любую свою Проблему Изложить На бумагу И потом Еще Выкрикнуть Ее В микрофон Вот И Здесь Я тоже Такой Начал Думать Почему У меня Такие Есть Черты Характера Почему У меня Такие Страхи Есть Такие Комплексы И Начал Вспоминать Детство И Начал Об этом Писать Написал Жестковатый Достаточно Трек Отправил Джубили Отправил Рики Отправил Ильичу Отправил Максу Яне Естественно Показал И все Блядь В один голос Сказали Что это Похожи на Оксимирона Потому что у него Есть схожий трек Который называется Там где нас нет И там идет Повествование Как бы От лица Кучи разных людей Которые ругают ребенка У меня же был Куплет Где Набор просто Фраз Которые Я слышал В детстве Да условно И очень многие Слышали Типа Блядь У всех дети Как дети А ты Ёпта Не учишься Долбоеб Хули своей Хуйей занимаешься Я сейчас грубо Очень говорю Естественно Мне такими словами Не говорить И из-за того Присутствует агрессия Говорит Блядь Похоже на Мирона Я такой Сука Да ведь Я знаю Пиздец Я Отправил джубеля Как бы Говорю чел Я говорю Я не знаю В каком ключе Это написать Можешь переделать Как-то Потому что У меня застопорилось И он говорит Да окей Он начал переделывать Это перестало быть Похожим на Мирона И вчера Я Просыпаюсь Просто Типа вот так вот Я ложусь спать Начинаю засыпать Блядь Придумал трек Записываю идею Ложусь спать Позавчера Вчера утром Просыпаюсь И пишу Этот же текст Эту же идею Только совершенно В другом настроении И такой Ёб твою мать Как классно Как мне это нравится И сегодня Я в телеграм канале Как раз рассказывал О том что На многие вещи Можно смотреть С двух сторон Да Типа на монетку Орел Решка Орел Решка Ох конечно Базаришь Не надо И Когда я Написал Это в другом настроении Это вообще по другому Блядь Получилось Типа Я такой Вау Клево Альбом пишу сейчас Экспериментирую Наверное 80% Того что я пишу Не выйдет на альбоме А может быть Не выйдет Никогда Либо пойдет В другой альбом И это интересно Достаточно Я наращиваю Скилл Потому что Я очень долго Не писал Сам текст Да Я писал Только идеи И Уже В какой-то момент Подзабыл Что я Умею писать Подзабыл Перепозначил Думать Что вообще Не умею Комплексовать Хуйня Сел Написал Классно Сижу Довольный Вот Выйдет Весной Планирую Весной Конечно Дедлайн Вещь И хорошая И плохая С одной стороны Ты загоняешь себя В рамки С другой стороны Ты загоняешь себя В рамки Опять же В хорошем смысле И Не прокрастинируешь У тебя есть рамки Ты такой Блять Не еблань Делай Садись Это прекрасно Как ты меняешь Своё сознание Оф Ну раньше Бухал и курил Потом понял Что это нихуя Не меняет сознание Когда просто Входит в привычку Сейчас Стараюсь Смотреть Вокруг себя Читать Какую-то Хуйню Типа Ну в хорошем смысле Общаться Общение Очень помогает На самом деле Пообщаться С любым Человеком Любым Будь он Тупорылым Бревном Или очень Образованным Интересным Человеком Это очень интересно Ты смотришь На жизнь С другой С другой Стороны Другим Взглядом Это Пизже Пообщаться С одним Человеком Несколько Часов Это как Словно Прочитать 20 книг За 2 часа Это очень Интересно Я в какой-то Момент Закрылся При том Что При всей Мои Закрылся В своем Мирке В своих Страданиях К самокопаниям И это К хорошему Ничего не приводит Это полезный опыт Но Оттуда Съебать Надо Вовремя И Сейчас Я наращиваю Скилл Как раз Таки Общения Какого-то С соседями С соседкой С женщиной Ну Мы знакомы Сегодня В гости Зашел Посмотрел Что они Ремонтируют Эти штуки Бытовые Они очень Интересные Про ЕГЭ Можно с тобой Нет Со мной нельзя Я второгодник У меня 9 классов Образования Я не знаю Что такое ЕГЭ Что там Много Могу Рассказать По характеру Людей Давай Братан Рассказывай Поговорим Да и это Телефон Это у меня Падает Падает Заряд Привет Меня хорошо Слышно? Да Хорошо Замечательно Так Че ты читаешь Мне вот интересно Ты говорил О творчестве Вот У тебя Хорошо Развита речь Мне нравится Как ты говоришь У меня хорошо Развита речь Ты шутишь? Да Ты разговариваешь Из остановки Просто Я еле Слова В предложении Связываю Я когда пишу Я не знаю Мне нравится Я вот читаю Книги Говори Я когда Сел недавно Впервые за долгое время Писать реп Я понял Какая же у меня Блять Скудная речь Кошмар Ну потому что Ты думаешь О себе Вот я например Читаю книги Чисто о характере Людей Да Там о бизнесе Как общаться С людьми Ну Мне кажется Нужна книга Которая Красоту Даст мне в речь Я не могу найти Вот такая Творческая Какая-нибудь Просто Книга Красоту в речи А Бля Не знаю Слушай У меня просто Так получилось У меня с детства Язык подвязанный То есть Типа Я Пробивной Типа Знаешь Такой Хитрожопый Вот Ну просто У меня Опыт Общения С разными Людьми От гопников Бандитов До Бизнесменов Багачей Ну короче Вот в разные Семья С алкашнёй Общался Блять Бомжами Ну то есть С разными Ну у меня Можно Такая же Тема И вот Хотел Вот Вы начали Говорить Про Как Развить Себя Да Нет Ты когда С кем-то Общался Там Да И получается Ты крутой Чувак Спасибо Получается За 4 месяца Я прочитал Вот Как раз 4 книги И вот Моё мышление Просто кардинально От всего Изменилось Я получается Сейчас в 11 классе Когда я хотел Поступать После 9 Я думал Ой у меня Сейчас там Горы Да Сверну И сейчас Я понимаю Совсем по-другому Слушай Один момент Очень важно Ты читаешь Книги по саморазвитию Да Ну Типа того По саморазвитию Аккуратно Аккуратно Может кукуха поехать И это блять Не шутка Есть очень много Людей Которые Начитались книг И ебанулись И такие Я теперь Живу по-другому Я кардинально Изменился Когда я читаю Вот я этого и боюсь Я читаю Смотри Я читаю что-то По саморазвитию Как правило Не дочитываю Потому что Ну я такой Да я понял Окей Все блять Мне это не интересно Важно Когда ты читаешь Такие книги Оставаться при своем мнении То есть типа Это как Ну как блять Во всем в жизни Важно слушать Важно Тебе что-то советуют Прислушивайся И делай по-своему Это блять Это самый Это самый главный Блять Урок Потому что Все эти книги Про саморазвитие Ты читаешь И в основном Просто Историю о том Как чувак Восхваляет себя Ну Как что Как автор Говорит Какой он охуенный А Типа того Да Вот Роберт Киосаки Я читаю Пока ты папа Бедный папа Да 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 Вот Классная книга И вот Я сбился С мысли О чем я хотел сказать И вот Он говорит Там о бизнесе И Вот я ее Сейчас наполовину Прочитал А до этого Прочитал мой друг И вот он Понял одну вещь То что я поступаю Так Как там написано В этой книге И просто Ну Мое мышление Наверное Это для меня Видимо Так Наверное Это хорошо Когда ты читаешь Такое И на чем-то себя ловишь Но важно Оставаться при своем мнении Знаешь В какой момент Я начал читать книги После рома развития Когда я понял Что моя жизнь Катится по пизде Из-за того Что я очень много Курю На Я не про сигареты Очень много курил Типа И У меня Блять Уже мозг не работает И я брал эти книжки Только для того Чтобы Блять Поискать там Схожие Со своими мыслями То есть Мы мысли Читаю И такой Ой Я не один так думаю Я не еблан Слава богу Вот 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 Ну я сейчас Вот это Ну оно просто Мне попалось Я вижу книжку Такую И купил И читаю Вот Что за название Оно типа Про творчество Про То что я пока Почитал Про творчество Про музу Про вдохновение И оно Интересно То что я Прочитал Там Чуть больше Месяца назад И меня действительно Это впечатлило И многое поменяло Это вот эта Хуйня Магия утра Мысль простая У меня сейчас В жизни происходит Просто Мысль простая Короче В этой хуйне Все самое важное И то Ну то что ты откладывал Всю жизнь на потом Нужно делать с утра И типа Книга о том Как первый час дня Решает весь свой день Я прочитал Я охуел Я думал что Я думал что Меня там типа На несколько дней Хватит Не Я уже месяц Живу там типа Просыпаюсь рано Утром Делаю все делишки Блядь Ну это охуенно Вот Это из такого А остальное Что я читал Ну бля Я не дочитывал Потому что Оно типа Хуйня Не захватывает Да да Бывает такое Можно еще Вот интересующий вопрос Вот Ну это как бы Касается тебя Вот ты сейчас Занимаешься там На ютубе Все снимаешь Как бы Ну ты же сам думаешь Наверное Я не знаю Как Может это все не вечно Потом как бы Если это все закроют Вот сейчас ютуб Да там Ну ты по-любому найдешь Чем заниматься Ну а как ты думаешь Вот Вот ты получаешь Много деньги Да там Вот Соболев Например Там этот уже Бурткин Кинкель Как его там Открыл Ну свой бизнес Ты имеешь Какой-нибудь Который ты получаешь Да 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 Конечно Конечно Да Ну я Я занимаюсь Медиа Я на Ну на медиа рынке Реклама Продакшн Там и так далее Пропадет ютуб Продакшн Никуда не пропадет Реклама тоже Никуда не пропадет Это все интересно Продюсерство Мне пиздец интересно А Соболев Он У него Он бургеры делает Книги печатает Костюмы делает Но он там Знаешь Как типа Ну оно очевидно Типа он там Просто Вписывается в истории Которые ему предлагают Типа Здрасте Мы бургерная Давайте мы сделаем вам бургер Типа И будем давать вам процент За ваше имя Это тоже Это не соучредительство Это просто ты получаешь Грубо говоря Деньги за свое ебало За свое имя Это тоже Вполне нормальная история Мне тоже предлагают Я отказываюсь Мне такие истории Неинтересны Я Мне интереснее Поглобальнее мыслить И типа И типа Ну на перспективу Скорее Знаешь Не сейчас Хапануть все деньги А попозже Попозже Типа условно Ну то есть Очень много вещей Которые я делаю Они в минус Я типа Вроде зарабатываю деньги Но я их не вижу Но перспектива Это пиздатая штука Ты читал об этом В книгах про бизнес Я просто книги Про бизнес не читаю Я читал Вот он интересно Рассуждает То что вот Как люди Среднего класса Да там И бедняки Вот как Мыслят по бедности Вот Они думают Что деньги сложно Делаются Мне понравилось Мне понравилось Как ты сформировал Мысли от победности Ну просто Я волнуюсь Я не знаю Просто я сейчас Сильно волнуюсь Расслабься Вон две тысячи человек С таким Ну Как твой год рождения И вот Мой Две тысячи Да Что хотел сказать Вот насчет Вот этого образования Как в школе Просто губят Людей Губят творчество Математичка Бразь Да Русичка Сука Нет Математичка Нет Математичка Нет Все остальные Ну На моем уровне Как раз Меня математичкой Подсадила На вот эти книги Она вот По психологии шарит Ей как бы Эта школа Не сильно нужна Как бы Она Серьезно Она детей На праведный путь Как бы ставит А вот Другие прям Там Творчество Просто Людей губят Мнение забивают Там Чтобы у человека Мнения не было Вот меня это Как бы сильно раздражает Ну Ты вот в школе Не так сильно учился Жизнь Да Да мне бы еще Похуй было Я Ну Я Знаешь Я типа В школе В первые классы Что-то учился Потом Начал витать В облаках Ну это все Типа мечтать Я не слушал Ничего Там И джарах А А что Да Потом Типа Начал Рэп писать Бухать Ебаться И остался На второй год Отучился Ушел То же самое Было В техникуме Ну и я Просто ушел Типа я такой Мама Я заработал Свои первые 30 тысяч рублей Я видеоблогер Я уезжаю Типа И все И как бы Ну У меня не было Гарантий Никаких Вообще Абсолютно То что это Навечно Да Но я попробовал И Это на самом деле Важно Типа Поверить Поверить В свою хуйню Взвесить Все плюсы и минусы И с головой В эту хуйню Я вообще Я вообще Из Казахстана Из маленького Городишки Который вот Недавно Городом Начал Называться Из-за населения У нас Пятиэтажного Здания Можно сказать Нету И вот Я собираюсь Поступать в Россию В Екатеринбург И вообще Мог бы поступить И в Санкт-Петербург Думаю В Екатеринбург Лучше будет Для меня И там уже Большой город Большие возможности И я уверен Как бы себе И ничего Если ты уверен Это заебись Это заебись Чок, удачки тебе Давай Закончи Давай, удачки Эл, можно Стрим делать А? Делай, делай Самое главное Когда читаешь книги Блять, про саморазвитие Не поедь кукухой Думай своей головой Да Спасибо Давай, всего доброго Чуваки Аккуратнее с книгами Про саморазвитие Серьезно говорю Потому что Есть несколько случаев Когда люди Крышей, блять Ехали Потому что Люди Ищут поддержки В этих книгах Они ее находят И всю информацию Которую они читают Там Они совершенно Неправильно воспринимают И начинают Не сами думать Эти книги за них думают И, блять Они засовывают в себя Блять Больше, больше, больше И просто едут Аккуратнее Реально аккуратнее Надо Важно, блять Своей башкой думать Как относишься к граффити Как к искусству Или как к вандализму Ну Блять Это Смотря что ты имеешь ввиду Хуй написать Хотя хуй это тоже искусство Не, скорее, наверное Как к искусству Я бы с мастером шапом Знаете Побомбил бы стены Сохраню ли я Таран Сунду Да, Ахули Нет Вот Я лично живу в мире Где, блять Равноправие Да А вот эти вот Блять Нам нужны права Ну, когда женщины Говорят об этом Некоторые Оно выглядит Просто очень фанатично И ебануто Честно Потому что Ну, блять Да, в мусульманских странах Да, в которых Там Блять Если ты Ходишь С голыми ногами Или с открытым лицом Получаешь удары палкой По спине Да Зарисковато Типа Но я не живу в этом мире Я живу, блять В России Я живу в В европейской Типа стране Да Условно Где вроде Нет таких проблем Где женщина Блять Если хочет Да Типа Жить свободно То она живет Если она хочет Типа Строить свою карьеру Она делает Если она хочет Доказывать Да Что Блять Точно так же Как и мужчина Мужчина хочет доказать Что он пиздатый Да Что он молодец Он доказывает Женщину точно так же Мне Я могу ошибаться И быть некомпетентным Опять же Я ничего не утверждаю Я держу сейчас свое мнение Мне опять же кажется Что большинство Вот этих феминисток Просто придумывают Вот эти вот Какие-то, блять Проблемы Потому что Ну Хуй знает Ну и плюс Есть вещи Объективно Которые не может Сделать Точно так же Как и есть вещи Которые, блять Не может сделать Мужчина Что по физиологии Что по психологии Там и так далее Мы же Ну, блять Доказано Что мы по-разному Мыслим По-разному поступаем По-разному Думаем И Мне опять же Не кажется Что У мужчин Ёпта Права Какие-то особенные И у женщин Хватит болтать Иди нахуй Это моя трансляция Что ты, блять Предлагаешь мне Молчать Ты что Кукухой поехала Зайди нахуй Извини Оно такое Дружеское Ёу Я не серьезно Ну, нахуй Можно сходить Конечно Там бывает Интересно Все Я больше не буду Подключать никого Мы сейчас будем Заканчивать уже На выборы Идешь Не Не пойду И даже Говорить об этом Не хочу Смотрел Верзу Гуф Да Гуф Молодец Гуф Классный Птах Смешной Ну Гуф Понравился Прям То есть Типа Баттл Конечно По меркам Баттла Такой Такой Да 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 И главный Вопрос Остался Без ответа Но Гуф Он Удивил У него Был раунд По-моему Даже У него Прям В первом Раунде По-моему В первом Сука Был Момент Где Панч на Панч Хоть Они и Такие Почему Понравилось Потому что Ожидал Худшего Во-первых Во-вторых Все равно Гуф Хорошо Сделал Доброе Как давно Виделся С родителями Вчера Ходили в гости Лепили пельмешки Разговаривали Я Рассказывал Твоё Фото Отправили В инстах Вам Спасибо Чтобы Это не Значило Если Ладно Давайте Перестанем Про Версус Как-то Знаете Мне Надоело Вот Эта Хуйня Типа Читать Какие-то Мнения Чужие Про Той Я Посидел Подумал Хорошенько У меня Было Несколько Дней Когда Я Думал Я Понял Что Мне Нахуй Не Старались Четы Мнения По поводу Чего-то Там Оно Пустая Трата Времени И И Энергия И Лишняя Информация Оно Мне Нахуй Не Нужно Я Все Это Игнорирую И Давайте Тоже Помолчу Я Как-то На дефолте Ответил На этот Вопрос Чувак Во-первых Что делать Если лень Читать Мы Понимаем Что Надо Именно Мне Что Это Надо Именно Мне Не Только Лень Но И Зачастую Нет Времени Какие Книги По Саморазвитию Посоветуши Я не советую Книги По Саморазвитию Магию Утро Прочитайте Мне Понравилось Я Даже Друзьям Купил Некоторому Сестре Раздал Что Блядь Ну Реально Блядь Мне Мне Зашло А так В целом Мне Не нравятся Книги По Саморазвитию Потом Что А Нет Времени Читать Ты Ты Пиздишь Ты Врешь У тебя Есть Время Как Это Нет Времени Чем Ты Занимаешься Ты Блядь Сидишь Мою Трансляцию Смотришь Ебать У тебя Времени Нет Ебать Ты Занятой Человек Действительно Потом Наверное Мнимасы Пойдешь Не стать А потом Ютубчик Кто Ютубчик Посмотрит Блядь Кто Посмотрит Последний Ролик Соболева Кто Блядь Формировать Тебе Мнение Будет Пиздишь У тебя Есть Времени И у тебя Дохуя Времени Я могу Говорить Что У меня Нет Времени У меня Просто До пизды Проект Работает Но У меня Есть Время Просыпайся Блядь В 6 утра В 7 утра Хуя Делай Типа Ну типа Камон Ёпта Самая Тупорылая Отмазка Нет Времени Нам Не хватает Времени Подумать О времени Ну и пусть Сейчас Такие Времена Когда Блядь В будущем Подумаешь Нет Ну Нихуя Не Изменится Все Это В своей жизни Оправдание И отговорки И тогда Поговорим Блядь Тут кто-то Пёрнул Воняет Неприятно Кто это Мог сделать Как вы думаете Я не знаю Наверное Какая-то Книжка По собой Развините О чем Разговор Да Покупаешь Одежду Дорогую Надеюсь Что больше Не буду Какая-то Это Ебаназия Если честно Мне нравится Одежда Прикольно Но В какой-то Момент Это у меня Превратилось В фанатизм И В ненужную Хуйню Сейчас я пытаюсь Себя в этом плане Перевоспитать Так что Деньги Которые Я трачу На шмотки Нужно потратить На реальный Пиздак Можно Блять Родителям Отдать Я даю Но можно Больше Потому что Блять Ну Перебор Too much Школу Как закончил Я С золотой Медалью С золотыми Зубами С золотым Колечком Колесички Кольца Кольца Колесички Колесички Какое Кольца Колесички Какое Кольца Кольцо Колесички Колесички Мои Простите Бежи о том Как смирился Со своим Бешним Видом Но я Однажды Подошел К зеркалу Бросно И понял Посмотрел Обобнулся И такой Бля Я красивый Пизда Я Я Самосексуальность И все И Я понял Что я Красив Я раньше Думал Что я Некрасивый Сейчас Понимаю Что я Охуенно Красивый И Я не Удержался Я начал Крещать Простите Норм Если Пятнадцать Петуха Набью Ну бля Поговори С родителями И подумай Вообще Надо Я набил Но мне Похуй То есть Типа Они есть Я их Не замечаю Я хоть все тело Набью Мне Похуй То есть Типа Ну и что Они есть Они есть Многие Просто Какое-то Значение Этому Притаются Придавать Ну может быть В этом Есть Смысл Какой-то Мне Поебать Типа Я первую Татуху Вложил Смысл А перебивать Я буду Потому что Она некрасивая Мне При всем Уважении И хорошем Отношении Мне забивал Чувак Который Учился Бить Татухи В тюрьме И он Типа Скурил Пару Плюх И начал Мне бить И она Как бы Ну Она Не очень Сделана Мне Перебивать Будет Как вот Вот эту Я переделывал Как бы Микрофончик Остался Мы просто Некоторые Штуки Переделали Ее Добивать Надо Для меня Это Просто Красивые Рисунки Как и Для многих Но кто-то Смысл Вкладывает В этом Тоже Может Есть Какой-то Смысл Поговорить С радаками Типа Ну Спокойно Типа Вот я Хочу Так Потому что Вот это Вот это Вот это Типа Они же Выем Скорее всего А так Делать Твою Жизнь Твоя Пора Заканчивать Я не могу Остановиться Я вообще Убираться Начинал Я даже Блять Ёлку Раздел Ее Выкидывать Надо Вы просто Представьте Сука Как это Выкинуть Она Как 14 Миня Пахнет Бесокор Красивая Самая красивая Ёлка В моей жизни На самом деле Вот Прекольная Прекольная Где-то окно Открыто Холодно Надо Закрыть Я хочу Пирсами Сделать Я тебе Слушай Тут Такое Такое Дело Мне Мне Похуй Делай Типа Че ты Мне Об этом Говоришь Удачи Сложно Было Клип Снимать Клип Всегда Сложно Снимать Не бывает Такого Наши По крайней Мере Потому что Мы очень Стараемся Вкладываем В этот Пиздец Сколько Нервов Сил Времени Мы Любим Это Очень Сильно Всем Сердцем Но Это Сложно Это Там Очень Много Требуется Человека Часов Времени Это Очень Всего Это Сложно Но Это Охуенно Зачем Я Открыл Хлодильник Мне Нельзя Есть Когда Я Хочу Ладно До свидания До свидания Пока Было Приятно Пообщаться Попиздеть Покукарекать Но Это Было Слишком Долго Я Я Я Ранный